Слонёжик. Новый гибрид слона и ёжика. И похоже, он тоже хищник. Поздравляю, у нас проблема. Кем мы их кормить-то всех будем? Систенки, нужно понаблюдать за новым образцом. Нам очень нужно, чтобы он ел не только мясо. Слон. Самое крупное наземное животное. Живут слоны примерно по 70 лет. Ростом около 3 метров. Вес в среднем 3-5 тонн. Хотя были особи и повыше, и потяжелее. Питаются слоны растительностью, в зависимости от места обитания. Существует два типа слонов. Африканские и индийские. Первые с людьми не очень. А вот индийские неплохо идут на контакт и дрессировку. Хотя в год всё равно около 600 человек погибает от слонов. Интересно, он ещё не вырос или это всё? Кстати, обратите внимание, ветки деревьев срывает. Наверное, он всё-таки всеяден. И это обнадёживает. Ёж обыкновенный. Один из самых любимых и сказочных персонажей. Изображается всегда с ягодками и грибочками на спине. Доброе и безобидное существо. В сказках. В жизни эта тварь хоть и небольших размеров, длиной около 30 сантиметров и весом до 1 килограмма, но с очень большими амбициями. Живут лежи поодиночке, но предпочитают быть землевладельцами. Один ёж окапывается в земле и берёт под свой контроль территорию участка земли от 6 до 40 гектар. И это при размере-то с крысу. На спине никакие грибочки и ягодки не катаются. Ежи всеядные, ночные и охотники. Жрут всё, что висит, лежит, двигается и плохо смотрит в их сторону. О как! Это он следы заметает, что ли? А живёт всё-таки в норке. Прям как ёж. Он кроме мяса что-нибудь ел? Тосадно. Ладно, наблюдайте дальше. Знаете, кто такой Усама бен Ладен? Террорист, верно. А то, что он был слоном, в курсе? Вот, слушайте. Примерно в 2004 году в Индии в штате Асам начали поступать жалобы в полицию на дикого слона, который приходит к людям в деревне, ломает их дома, топчет поля и людей. Два года не могли поймать террориста. Он тщательно заметал свои следы и растворялся в джунглях, уходя даже от опытных охотников. В связи с чем местные обозвали его Усама бен Ладен. После того, как число разрушенных домов уже подходило к 100 единицам, а жертв людей насчитывало 27 человек, власти Индии устроили облаву на слона. Был надавлен целый военный отряд и несколько подразделений полиции на ликвидацию террориста. И вот в 2006 году нашли слона и расстреляли в упор. После чего жалоб не поступало. Хотя нет уверенности, что это был именно тот слон. О, что случилось? Что за движение? У нас пополнение? Откуда их так много? Странно. Мы что-то снова упустили? Ох, мелькают у меня мысли. Волкозаи тут приложили свои лапки. Вот так все серьезно? О, даже так? Алло? Я ничего не слышу, подождите секунду. Так, кто мне объяснит, что тут происходит? И это что еще за тварюга в зоопарке? О, ничего такая смелая глотать слонежиков. Они же сейчас у нее вторник комом встанут. Ну вот. Ну думать же надо. Алло? Вот так лучше слышу. А, снова вы, Фантасипи. Это ваша ящерка к нам забрела? Объект 682? Какая рептилия? Неуязвимая? Никто не может ее убить? Странно. А мне вот кажется, что пока мы с вами договорим, она у нас тут кони двинет. У нее хватило ума слонежиков наших на глотация. Ну ладно, что будем делать? Да. Все, да? Похоже, кончилась неуязвимость. Смотрите, а наши слонежики вот все-таки хищники. Так, а почему вы говорите, что Объект 682 нельзя убить? Она адаптируется под негативную среду и может регенерироваться. И как много раз она может это делать? Не ограничено? Да ладно. Систенки, отправьте пару расходников за кусочками этой рептилии, пока волкозаи не пришли на запах. Мы будем регенерить эту сварь и кормить ей наших зверушек. Говорят, она сама возобновляемая. Прикиньте, это же бесконечный источник мяса. Ну, в общем, плохая новость для вас. Ящерку мы вашу уже не сможем вернуть, ее растерзали на кусочки. Слушайте, а давайте я вам один кусочек рептилии все-таки верну. Ну, для бэкапа. Чтоб у вас был свой экземпляр на всякий случай. Вдруг мы проморгаем, и мои зверушки всю ее растащат. Она вас уже зак***ла? А. Но мне как-то неудобно перед вами ящерку-то мы вашу взяли, а взамен ничего. А хотя есть идея. Есть тут у нас один гибрид, зайца и воробушка. Заябушек. Он будет отличной заменой вашей ящерке. Вы на такое не подпишетесь? Да ладно вам. Давайте. Подписывайтесь.